здравствуйте вы на канале этот удивительный мир сегодня мы с вами будем выводить муравьев из теплиц и парников сегодняшнего ролика начинается трилогия о том как избавиться от муравьев на садовом участке вот здесь в парнике образцово-показательный муравейник растут перцы перчины уже довольно крупные еще много цветов много цветов завязей и вот такой замечательный муравейник не все способы подходят для разных зон сада для улицы это один способ для деревьев плодовых это другой и нам нужно в парнике и в теплице так избавиться от муравьев таким методом чтобы не повредить ни в коем случае растения и не допустить попадания в съедобные плоды которые мы выращиваем в данном случае это перцы каких-то ядовитых химических веществ начну я с того что обсыплю вокруг муравейника все растения в парнике по земле золой напомню что такое у нас для садовода зола это не испеченные пластиковые бутылки это не гвозди из досок оставшиеся это чистая зола сгоревшие дрова береза сосна осина если у вас были доски с гвоздями уберите их с помощью магнита эти гвозди иначе вы сами себе прибавите только работы хлопот ведь потом эти же самые грядки парники и теплицы копать придется тоже нам самим конечно зола это не панацея от муравьев это начальная стадия они не убегут от нее ничего но в этом месте строить свой новый дом они не будут вот он муравейник а вокруг него надо обязательно хорошо обсыпать золой зола для перцев для огурцов в любое время вегетации очень полезное удобрение так что от применения золы в парнике мы будем только в выигрыше вот муравьи забегали они почуяли неладное но пока не понимают что случилось и не убегают просто вышли наружу посмотреть золу я использую в сухом виде не замоченную в ведре как в случае просто для удобрения растений дня два я не буду поливать поэтому золу я насыпала уже на политую грядку вот смотрите сейчас по золе оставшиеся муравьи после некоторых манипуляций они не будут строить свой дом они уйдут или сами погибнут от того что у них нет общего дома нет кормильцев если кто-то и убежит несколько штук ничего страшного не произойдет главное нам сейчас дать не дать им возможность отстроить новый дом я обсыпала вокруг муравейника все золой очень хорошо перекапывать пока не буду поливать пока не буду дня два переходим к следующему этапу для этого мне понадобится чайник пока я засыпала все золой шел подготовительный первый этап кипяток уже был готов но досмотрите до конца я не буду поливать муравейник кипятком я поступлю в этот раз совершенно по-другому и от муравьев не останется и следа в этом сезоне муравьев в этом парнике больше не будет налью кипяток в ведро которая освободилась от золы нужен для этого дела очень крутой кипяток вот прямо только что вскипел поливать сам муравейник почти бесполезно мы повредим только верхние слои а сама эта самка муравья производящая на свет потомство маленькие муравейчики яйца личинки все это находится очень глубоко пока кипяток проникает в почву он охлаждается и муравьи не все гибнут поэтому поступим следующим образом я возьму этот муравейник буду засыпать вместе с землей с муравьями в кипяток постараюсь захватить все слои все части чем больше муравьев сейчас погибнет тем вероятнее что муравьи нас больше не потревожат если поливать кипятком такие нужные нам растения то мы можем повредить еще и их легкие верхние маленькие корни мы этого делать не стали мы заварили муравейник в ведре растение даже не узнали о том что сейчас произошло они растут прекрасно себя чувствуют муравьев больше нет помните как кишила в начале ролика на этом месте такой живой был муравейник сейчас их нет а это заваренная субстанция она нам уже не опасно все муравьи сварились в кипятке тут такая жидкая земля ее можно вылить в любое место хоть обратно в парник или в теплицу если вы сейчас избавляетесь от муравьев в теплице или просто где-нибудь на участке для того чтобы быть уверенной что муравейник здесь больше на этом самом месте не появится не вырастет я использую еще одну хитрость это одна капля средства от колорадского жука он этот препарат ядовитый его надо разводить в очень большом количестве воды воды для того чтобы опрыскивать поле картофельное от колорадского жука но так как у меня муравейник был около стены парника растение я не задену нужна всего одна капля вот этот бутылек жидкость невероятно пахучая с резким запахом и в отличие от других средств нужна всего одна капелька то есть смотрите мы провели комплексную обработку парника или теплицы от муравьев избавились от муравейника сначала первым этапом обсыпала все золой второй этап это у нас помещение самого муравейника в ведро с кипятком и третий этап одна капелька жидкости яда от колорадского жука до свидания удачи на даче до свидания 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 до свидания